Дорогие мастера, всем привет! Сегодня хочу вам на видео показать, как снимать кремовым и гелевым ремувером. То есть есть средство это кремовый ремувер, он более такой густой, и есть средство это гелевый ремувер, он немножечко реже. Такое идет как зубная паста, но даже еще немножечко жиже. Смотрите, можно накладывать патчи, когда вы снимаете, можно не накладывать патчи. Если ваше средство кремовый ремувер, он имеет свойство не растекаться по глазу, не затекать между веками, поэтому иногда можно не налаживать патчи. Но если вы хотите, чтобы ваша работа была выполнена очень красиво и качественно, то желательно это сделать. Итак, патчи мы всегда накладываем от начала глазика, начало патча, и потом закрываем глаз. После немножечко как растягиваем его под глазом. Ну, когда вы снимаете, это не настолько там важно, чтобы вы прям попали четко, да, это если вы уже реснички наращиваете, то это очень важно. Да, придерживаем глазик, второй открываем. Здесь есть, закрываем. Немножечко остатки макияжа. Поэтому, когда мы сейчас будем снимать, будет у нас сниматься все и сразу. Смотрите, как мы будем наносить. Мы берем небольшое количество, где-то как спичечная головка этого средства, и наносим на реснички. Стараемся втереть между верхним рядом, нижним рядом, то есть абсолютно пробиваем микробрашью по всем рядам. Средства не наносите слишком много, потому что будет потом сложно снимать вам, много остатков будет. Кремовый ремувер используют для клиентов, которым аллергия, склонны к аллергическим реакциям, либо им печет что-то в глазик. Чем больше средства, тем быстрее снимается наша ресничка, потому что достаточное количество для того, чтобы расцеплять молекулы клея, разрушать его структуру. Смотрите, на этот глазик мы нанесли кремовый ремувер с очень приятным запахом клубнички, да, а на второй глаз мы будем наносить гелевый ремувер. Он действует немножко быстрее, принцип тот же самый остается, то есть мы наносим на палочку такую, как спичечная головка, и тоже сюда дотрагиваемся и промакиваем его. Гелевый ремувер имеет свойство немножечко печь, если вы попадаете где-то на слизистую глаза, либо в глаз, да, то есть это не очень комфортно. С кремовым таких проблем нету. Наносим там, где ресничка сцеплена с клеем. По периметру все ресницы наносить не обязательно, то есть наносим только где ресница сцеплена с клеем, на капсулу. Если вы видите, что на ресницах больше количества, чем положено клея, можете добавить немножко больше средства, потому что будет долго снимать. Иногда снятие занимает там и по 40 минут, если приходит сложное снятие, сложная работа. Залито все клеем, да, эти снятия происходят немножечко дольше. Что мы будем делать дальше? Правильно было бы подождать немножко, но так как эти средства сейчас достаточно быстро действуют, сейчас уже более новые технологии, да. Преимущество в том, что когда мы начинали, мы собирали все знания по крошкам, то есть их раньше не было. Сейчас у вас есть очень большое количество источников, где вы можете черпать информацию. Так вот, сейчас средства намного быстрее срабатывают, чем они срабатывали раньше. Для того, чтобы вам было удобно снимать, вы можете под низ подлаживать деревянный шпатель. И как бы об шпатель вы расцепливаете капсулу клея и ресницы, они достаточно быстро снимаются. То есть вы можете обратить внимание, что здесь и, ну, может, минута прошла, да, после того, как мы нанесли средства. Поэтому кремовые средства, такие, как раньше писалось, там снимают через 10, там и тому подобное, минут, это уже крема прошлого. Сейчас крема снимают достаточно быстро, очень быстро. При этом не пекут абсолютно. Хочу вам еще один показать лайфхак. Это если ваш клиент снимает ресницы в домашних условиях. То есть кремовым ремувером мы можем снимать реснички в домашних условиях. В таком случае надо было бы нанести немножечко больше количества и немножко дольше подождать. После этого он берет щеточку и прочесывает все ресницы щеточкой. После чего они очень хорошо отходят. То есть если ваш клиент, например, уезжает где-то на отдых, за границу, либо еще куда-то и понимает, что у него нет возможности в ближайшее время сделать коррекцию самостоятельно. Где-то он не может сделать, а где-то пойти он не знает куда. Ну, ему предлагается такой вариант для самостоятельного снятия. Берем щеточку и счесываем. При этом клиент, когда наносит средство, он может ходить с открытыми глазами. Очень важно, чтобы не потекла слеза, ничего не запекло. Тогда ресницы без проблем легко снимаются. Давайте посмотрим, как у нас снимаем гелевый ремовер. Гелевый ремовер у нас обычно срабатывает тоже достаточно быстро. Реснички все у нас начинают отходить. Подлаживаете шпатель и рассыпляете капсулку. Можно еще делать, иногда девчонки берут и остатки ресниц, которые там неудобно, не снялись. Можно помогать пинцетиками. Я сейчас вам оставлю несколько ресниц и покажу просто, как это делается. Просто надо делать это очень аккуратно, потому что вы можете щипать своего клиента, принести дискомфорт, и тогда он второй раз просто побоится к вам прийти. Преимущества и недостатки. Кремевый ремовер всегда немножечко остается как бы на глазу. То есть вы видите, что чуть-чуть вот это средство осталось на глазу, его надо правильно удалить. Реснички, которые остались, мы снимаем правильно. Это ищем натуральную ресницу и как бы отщелкиваем их в разные стороны. Оттягиваем искусственно от натуральной реснички. Тогда вы никакого дискомфорта не составляете вашему клиенту и легко снимаете. Смотрите, гелевый ремовер, так как он имеет прозрачную текстуру, ресницы после снятия остаются более чистыми. Но средство не является таким мягким для снятия, как кремовый ремовер. То есть кремовый ремовер отлично, идеально просто подходит для чувствительных глазок. Никогда не будет печь вашим клиентам. Ищем искусственную ресницу, приподнимаем ее вверх, ищем натуральную и как бы отцепляем. Разные стороны растягиваем, реснички отслаиваются одна от другой. Это в том случае, если при снятии у вас остались непослушные реснички, которые просто не хотят сниматься. На данный момент я вам просто показываю, чтобы вы понимали, как это сделать. Потому что средства здесь было достаточно, и в принципе ресницы снялись бы все. Ищем натуральную. Захватываем вторым пинцетиком и отщелкиваем. Есть. Все, все ресницы у нас чистые. Следующий этап это берем ватную палочку и хорошо полностью дотираем вот это пространство, где у нас остались недостатки, да, такие, как кремовое средство. Не печет? Все окей. Если не печет, значит, все окей. Смотрите, старайтесь вытереть полностью, чтобы все было чисто, чисто, чисто. Почему? Потому что если вы сейчас дотронетесь мицеллярной водой, либо просто водичкой начнет умываться ваш клиент, это все превратится в такой белый комочек, да? Так, это значит. И теперь снимаем, где гелевые, да? У нас было средство здесь более чистое, между ресничка, чистые ресницы, но надо снимать аккуратно, потому что это средство имеет свойство немножко бежать, затекать между рядами и может даже попадать в глазик, да? Если попадет, будет печь. Если аккуратно снимать ничего, печь не будет. Теперь мы можем снять наши пачи. Глазки не открываем. У меня бы еще здесь чуть-чуть вытерло. Это еще тональный крем, когда остается, тоже могут немножко... Смотрите, что мы теперь будем делать. Можем дать клиенту ватные спонжики с мицеллярной водой, она протрет глазки. Можно сделать следующим образом. Можете самостоятельно протереть, можете прям умыть своего клиента. То есть как вам будет уже удобно. Смотрите, можете взять ватные спонжики. Мицеллярную водичку. Либо водичкой и просто протереть. Либо протирает ваш клиент. Протирать нужно как-то как между нижним, так и между верхним веком. То есть не трете вот так, втирая в глаз, вовнутрь, а чуть-чуть заходите между веками и протираете. И второй глазик тоже протираем. Сейчас не печет ни один, ни второй. И есть еще один способ, который я вам сейчас покажу. Это берем салфеточку. Набираем в такую грушу, немного набираем водички. Желательно, чтобы она была тепленькая. Подложивайте салфеточку под глазик и как бы чуть-чуть капаете сюда водички. Она стекает и вы сразу протираете глазик. Точно так же можно сделать и со вторым. Немножко наклоняемся до головы. И можете посмотреть межреснительное пространство. Если оно у вас устраивает, если реснички остались чистые, можно предложить вашему клиенту тогда открыть глазки. Открываем. Не печет? Все окей. Если ваше снятие было правильно сделано, то вашему клиенту ничего не должно печь. Неважно, каким средством вы снимаете. Это кремовый или гелевый ремовер. В любом случае всегда должно быть комфортно. Всем пока-пока. До скорых встреч в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok